Кто-то идет на завоевание с мечами и винтовками, другие — с чековыми книжками и купюрами. Если вы делаете это на эмоциональном уровне, мы называем это любовными отношениями. Любовь — это не отношение, отношение — это другое. Если захотите, то сможете стать любовью, превратить свои эмоции в очень приятное пространство. Некоторые учителя, некоторые гуру, некоторые наставники говорят, «Вы можете любить, но должны быть отрешенными». «Вы должны любить, но это не может быть условным. Это должно быть безусловным». Итак, существуют версии. «Я хочу знать». Простой способ — заставить вас возвращаться ко мне, дать какой-то совет, которому вы не сможете следовать. дать учение, которому вы никогда не сможете следовать. Вы должны любить, но при этом быть отрешенными. Теперь вам придется бесконечно возвращаться ко мне за консультацией. Я говорю, бросьтесь в свою любовь и умрите в ней. Что-то произойдет. Произойдет что-то стоящее, если вы готовы умереть в процессе. Будь то ваша работа, жизнь, любовь или что-то еще, если вы не знаете, как броситься туда целиком, вы никогда не познаете вкуса этого. «Люби, но будь отстраненным». Почему вы тогда хотите любить? Вы любите только потому, что хотите включить кого-то в свою жизнь, как часть себя. «Нет, я люблю, но я отстранен». Это означает, что вам придется возвращаться за консультацией каждый день. Это похоже на работу психотерапевта. Каждый день нужно возвращаться и сидеть в кресле. Вам нужно лечение. И оно платное. Итак, хорошо, поэтому вы можете любить и быть привязанными. Нет, я такого не говорил. Хорошо, я возвращаюсь за консультацией. Так что вы сказали? Я только сказал, что из себя представляет потребность в любви у человека. Вам нужно понять, что человек постоянно стремится стать чем-то большим, чем он есть прямо сейчас. Если это находит простое, базовое физическое проявление, мы называем это сексуальностью. Сексуальность означает следующее. Физически вы пытаетесь делать что-то, что не является вами, частью себя. На несколько мгновений вам это удается. Если вы попытаетесь сделать это мысленно, это будет обозначено как жадность, завоевание, или, может быть, просто шопинг. Кто-то идет на завоевание с мячами и винтовками, другие с чековыми книжками и наличными, с кредитными картами. Все дело в том, что вы пытаетесь включить в себя то, что не является частью вас самих. Вот и все усилия. Хотите ли вы денег, богатства, или хотите захватить страну? Что это значит? Вы хотите сделать вашим то, что вам не принадлежит. Вы пытаетесь сделать что-то, частью себя. Если это происходит эмоционально, если вы пытаетесь достичь этого на эмоциональном уровне, тогда мы называем это любовными отношениями. Если вы пытаетесь сделать кого-то, кто не является частью вас, частью себя эмоционально, это любовные отношения. Если вы делаете это осознанно, мы называем это йогой. Йога означает единство. Все эти усилия прекрасны. Все имеет свою красоту, но также и свои ограничения. Когда вы понимаете ограничения всех других методов, в них нет ничего правильного или неправильного, они лишь работают кратковременно. Они не будут работать всегда. Когда вы осознаете это, то будете пытаться принимать сознательно. Когда вы сознательно становитесь всеохватывающим процессом, если вы сидите здесь и испытываете все как часть себя, то мы говорим, что вы йогин. Это успешное любовное отношение. Вы сказали, «Любовь всеохватывающая». Я не могу понять, как могу любить всех в этой комнате. Вы не можете. Здесь есть люди, которых вы любить не можете. Я едва могу увидеть их здесь. Как же вы включаете каждого в свою любовь? Вы оцениваете любовь как то, что приходит к вам. Или вы поддаетесь процессу любви только потому, что цените определенное качество, форму чего-то носа, образ его ума или мыслей, или эмоций, или то, как он говорит, как делает что-то, как относится к вам. Здесь много всего. Это основано на том, что вы принимаете. Если они сделают что-то неприемлемое для вас, любовь разрушится. Да. Я говорю вот о чем. Я хочу, чтобы вы посмотрели на это. Случается ли с вами любовь, или ненависть, или злость, или отчаяние, или смех? Это происходит только внутри вас. Не так ли? Да. Это не когда... Люди говорят, что любовь витает в воздухе. Нет. Поскольку вы испытываете очень приятные эмоции, неожиданно воздух кажется насыщенным жизнью. Так было всегда. Вы не замечали этого всю жизнь, а теперь начинаете это чувствовать. Да, именно так. Каким бы ни был человеческий опыт, любовь или ненависть, все это происходит только внутри вас. По крайней мере, то, что происходит внутри вас, должно происходить по вашему выбору. Сознательно вы должны быть в состоянии сделать это реальностью. Если вы способны на это, если опыт того, что происходит внутри вас, происходит по вашему выбору, тогда в чем проблема? Это происходит лишь внутри вас. Любовь — это не отношение. Отношение — это другое. Любовь — это определенная сладость ваших эмоций. Смотрите ли вы на дерево, собаку, мужчину, женщину, ребенка или просто на небо? Почему вы не можете смотреть на все с любовью? Потому что дело не в любви к небу, а в сладости ваших эмоций. Если эмоции приятные, на что бы вы ни посмотрели, вы смотрите на это определенным образом. Сейчас у вас неприятные эмоции, на что бы вы ни смотрели, вы смотрите на это совершенно другим образом. Поэтому любовь всегда ассоциируется с кем-то. Нет, она не связана с кем-то. Любовь — это не то, что вы делаете. Это то, чем вы можете стать. Если вы открыты, то можете стать любовью, превратить свои эмоции в очень приятное пространство. Если вы сделаете свое тело очень приятным, это превратится в удовольствие. Просто сидеть здесь может стать великим удовольствием. Просто сидеть здесь и дышать. Именно этому мы учим людей. Я покажу миллионы людей. Если они просто закроют глаза, у них потекут слезы экстаза. Ничего не нужно, просто закрыть глаза. Они все в экстазе. Каждая клетка их тела взрывается. Потому что тело стало таким приятным. Если ум станет приятным, мы назовем это радостью. Если эмоции станут приятными, мы назовем это любовью. Если жизненные энергии станут приятными, мы назовем это блаженством. Это экстаз. Если все окружение станет приятным, это успех. Сейчас вы называете успех с кем-то любовью. Это ошибка. У вас есть успешная история с кем-то. То есть вы создали приятную атмосферу между вами и, скажем, пятью-десятью людьми вокруг вас. Вы называете это любовью. Нет. Это на самом деле успех. Потому что это требует управления. Да или нет? Да, это так. Да. Но вам, чтобы быть любящими, не нужно управления. Если вы просто сделаете свои эмоции приятными, это будет очень красиво. Быть таким. Это не связано с кем-то. Если кто-то придет, мы можем поделиться. Если никто не придет, вы можете просто сидеть с закрытыми глазами и быть любящими. В чем проблема? Речь не о ком-то конкретном. Это не действие. Это не то, что вы делаете. Это то, чем вы можете стать. Это прекрасно. Идиллия. Это не идиллия. Это то, как все есть. Вам действительно придется практиковаться в этом. Почему? Потому что я... Видите ли, это именно то, о чем я говорю. Если это действие, оно придет к совершенству с практикой. Это касается только действия. Любовь – это не действие. Здоровье – это действие. Вы сейчас совершаете какое-то действие, связанное со здоровьем? Нет. Я знаю, что вы актриса. Есть ли у вас какое-то здоровое действие? Нет. Здоровье происходит потому, что мы сделали определенные вещи. Не так ли? О, мы не делали определенных вещей. Нам дали... Нет. Здоровье было дано. Но если вы едите плохо, живете плохо, вы не будете здоровыми. Люди делают определенные вещи, чтобы заботиться о своем здоровье. Точно так же можно делать определенные вещи, чтобы управлять приятным состоянием своего ума. Если вы будете делать другие вещи, сможете управлять приятным состоянием своих эмоций. Если же делать другие вещи, то сможете управлять приятным состоянием своих жизненных энергий. Вот что вы можете делать. Сейчас же, тем, что вы можете делать внутри себя, вы пытаетесь управлять извне. Тем, что может быть сделано внутри вас, вы пытаетесь управлять, создавая атмосферу вокруг. что очень трудно сделать, потому что внешние ситуации никогда не будут происходить на 100% так, как вы хотите. Мы можем управлять этим до какой-то степени, но не можем управлять всем, потому что в этом задействовано слишком много сил.